Молдова выбирает победу. С таким слоганом партия коммунистов Республики Молдова вступает в предвыборную кампанию к досрочным парламентским выборам. Молдова, Олежья Виктория. Молдова выбирает победу. Это вся Молдова, без исключений, без фаворитов, без разделения на своих и чужих. Вся Молдова, которая состоит прежде всего из женщин, пожилых людей, детей, молодежи, но не из конфликтующих партий. Именно эта Молдова страдает из-за своего поражения. Именно эта Молдова требует победы. 9 октября партия коммунистов Республики Молдова, первая из всех участников выборов, представила предвыборную программу к досрочным парламентским выборам, назначенным на 28 ноября. Программа «Молдова выбирает победу» нацелена на три приоритетных направления – социальную реконструкцию, экономическую модернизацию и гражданское единство. Партия коммунистов, взросившая молодую профессиональную команду, считает, что обладает достаточным опытом, идеями и мощной политической поддержкой для того, чтобы привести народ Республики Молдова к долгожданной и необратимой победе. Ежегодно пенсии будут индексироваться минимум на 17%. Индексации пенсии будут происходить два раза в год. Наша цель – обеспечить равноправный доступ детям и молодежи всех социальных сословий и национальностей к качественному образованию. Без промедления мы должны возобновить все программы поддержки молодежи, отмененные властью в 2009-2010 годах. Обеспечим надежную защиту материнства, детей и людей старшего возраста. Устраним все препятствия для социальной интеграции людей с ограниченными возможностями. Стратегическое заинтересованное сотрудничество между государством, обществом и каждым гражданином должно привести к разработке национального пакта во имя здоровья народа. Реализация политики по созданию индустриальных и технологических парков, совместных проектов еврорегионов приведет к ускорению промышленного развития, увеличению в 8 раз объема инвестиций в молдавскую экономику, к обеспечению занятости населения на основе квалифицированного и достойного труда. Мы будем целенаправленно привлекать капитал, высокие технологии и отрасли экономики, ориентированные на экспорт. Наша ближайшая задача – устранение препятствий экспорта молдавской продукции на рынке СНГ и увеличение объемов экспорта в ЕС и третьи страны. Сохранение нулевой ставки налога на прибыль минимум на 5 лет до 2015 года создаст новые стимулы для развития предпринимательских инициатив. Мы должны замедлительно восстановить систему субсидирования сельского хозяйства, улучшить налоговые стимулы, провести технологическую модернизацию в аграрной сфере. Необходима немедленная экологическая реабилитация столицы Республики Молдова на основе современных технологий и стандартов, спасения реки Днестр и других водных ресурсов. Европейские свободы и стандарты, контроль общества над властью, развитие национальной молдавской идентичности, гарантированное сохранение языкового и этнокультурного разнообразия, Инициативное включение страны в интеграционные процессы в рамках Содружества независимых государств. Обеспечение равноправных договорных отношений Республики Молдова с Румынией, укрепление партнерства с Украиной и наращивание стратегического партнерства с Российской Федерацией являются важнейшими внешнеполитическими задачами. Мы обязаны сформировать условия для скорейшего достижения территориальной целостности и гражданского единства Республики Молдова. Для нас важна активная социальная поддержка населения Приднестровья и его интеграция в общеправовое поле Молдовы. Безопасность любого гражданина Республики Молдова должна быть надежно гарантирована государством. Республика Молдова нуждается в модернизации, нуждается в социальных проектах, нуждается в интеграционных проектах, нуждается в национальном согласии. Такая программа есть, есть лидеры и есть сильная партия, которая доказала способность держать удар. Чего нельзя сказать о коммунистах однозначно негативно, так это то, что они никогда не работали против своей государственности. Они никогда не работали против национального интереса страны. И это я говорю с полной ответственностью. Мы ждем, что партия коммунистов, как одна из ведущих политических сил Молдовы, станет инициатором объединения всех государственников Молдовы. Я повторяю, это принципиально важно. Партия не должна изолироваться от общества. Нужно создавать очень широкое общественное движение за Молдову. И партия коммунистов должна выступить с этой инициативой. Более года партия коммунистов Республики Молдова находилась в оппозиции, когда в стране руководил либерально-демократический альянс за евроинтеграцию. Этот год расценен партией коммунистов, как черный год для Молдовы. Этот год был одним из самых нелегких для партии. Однако трудности, через которые она прошла, лишь закалили ее. Год оппозиции был временем, которое нас сплотило, заставило быть наиболее требовательными к самим себе. За этот год произошла удивительная вещь. Недавняя партия власти выросла в численности, обрела тысячи новых активистов и сторонников. И прежде всего из числа молодых людей. И произошло это только потому, что мы оказались партией идей, партией новаторов, партией подлинных патриотов, для которых нет более значимых ценностей, чем ценности справедливости, свободы и независимости нашей Молдовы. Этот год войдет в историю не только как черный год для Молдовы, но и как год народного сопротивления. Как год, когда впервые в истории Молдавской независимости площадь Великого национального собрания заполнилась сторонниками этой независимости. Когда впервые было поднято наше историческое знамя. Знамя Штефана Челмария. Что я увидел сегодня? Я увидел флаг. Я увидел флаг Штефана. Я увидел флаг, благодаря которому великий господарь Молдавский добился 48 побед. И я почему-то хочу верить, что в этом году Молдова добьется еще одной победы под этим флагом. Суть этой борьбы заключается в том, чтобы к управлению страной пришел главный хозяин Молдовы. Его Величество – народ Республики Молдова. Народ, который всегда сможет жестко и бескомпромиссно спросить с руководителей. Народ, который не позволит, чтобы Молдова вновь оказалась на краю пропасти. Именно в этом мы видим смысл нашей политической борьбы. И опыт последнего года доказывает, что наш народ способен сделать этот решительный шаг в будущее. Именно народ доказал свое право и историческую привилегию, чтобы спустя века вновь развивалось над Молдовой героическое знамя истории – знамя Штефана Челмари. Героик Албикторий Стягул Лучтефан Челмари. Приглашаю на эту сцену всех кандидатов в депутаты парламентарных на выборы 28 ноября. Вместе с предвыборной платформой партия коммунистов представила и список кандидатов в депутаты на предстоящих выборах, состоящий из 103 человек. Список ПКРМ выгодно отличается от списков всех других партий, не только средним возрастом кандидатов, составляющим менее 45 лет, но и соблюдением принципа регионального представительства, а также принципа гендерного равенства. Вот это, дорогие друзья, присутствующие в зале, это та команда из 103 человек, с которой мы начинаем этот путь к победе буквально в завтрашний день. Стоит перед вами, перед главными судьями активной партии.